Добро пожаловать на мою кухню! Для того, чтобы наши дрожжи активизировались, хорошенько смешиваем массу, в муку добавляю соль и пустую сметану, и уже добавляем наши активизированные дрожжи. Перемешиваем. Тесто у нас получится немного жидким. Вот уже что-то получается. Кусочек теста образовался. Но нам надо это все домешать до однородной массы. Дальше в течение 10 минут я буду замешивать тесто руками. Для удобства свазов их растительным маслом. Теперь на камне тесто точно не прилипнет. А вот теперь замешиваем. Ммм, тесто такое эластичное и мягкое, напоминает слайд. И очень приятно поднять. О, чуть перчатка не снилась с руки. Я продолжаю замешивать тесто, обмазав руки маслом. Я должна его замешать до такой степени, чтобы он сам уже отлипал от моих рук. Это значит, что тесто готово. Уже по чуть-чуть отлипает от рук. Значит, уже скоро тесто будет готово. Смотрите. Это тесто очень мягкое. Фух, а руки-то устают. Вмаслиться надо немножечко. Смотрите, какое хорошее тесто у меня получилось. Оно такое мягкое. Сейчас я его накрою полиэтиленом. Сверху салфеточкой. И отправляем его в теплое место для того, чтобы оно подошло. А через полчаса опять я его обомну еще раз. Хотела сказать, обниму. Обомну его еще раз. И еще раз оставлю отдыхать на полчаса. А пока я буду готовить начинку для наших пирогов. Обжариваем на маленьком огне. Джу-сай. Пахнет очень вкусно. Очень и очень вкусно. Весенняя трава. А тут у меня варится картошка. Это все пойдет в начинку. Отварную картошку я превращаю в пюре. В одну часть я добавлю сыр, а в одну дюсай. Картошка у меня мягкая и хорошо давится. Картошка у меня... Вот мои начинки и готовы. У меня три начинки. Две начинки. Это картошка и сыр сулугуни. Сыр сулугуни я натерла и добавила к картофельному пюре. И третий я решила поэкспериментировать. И это картошка и джюсай. Джюсай я предварительно чуть-чуть обжарила в масле. Мое тесто уже подошло. Смотрите, какое оно мягкое у меня получилось. Сейчас я обмажу коврик маслом. Это чтобы тесто к нему не прилипало. У меня здесь есть идеальный начерчевый круг, который идеально подходит под размер моего теста. И вот его я обмазываю растительным маслом. И еще совсем чуть-чуть. Коврик обмазан. А теперь вытаскиваем тесто. Смотрите, оно само течет. Ах, сейчас. Вот. И вот. Идеально. Тесто такое воздушное. О нет, он все же липнет. Сейчас я расправлю коврик. Смотрите. Я думаю, что это идеальное тесто. Вот такое мягкое, воздушное. А теперь я его со скрипком разделю на три части. Потому что у меня сегодня три пирога. Раскатываем в виде колбаски. Чуть меньше. Вот, теперь делим. Уже на кожу, смотрите, в уши и волосы. Это тесто такое мягкое, и из-за этого он очень просто режется. Хотя нет, вот отсюда идеально будет. Вот. Из одного теста мы получили три кусочка. Начинаем формировать свой пирог. Тесто надо немножко совсем аккуратно разминать пальцами. Берем начинку и ложим на тесто. Тесто и начинка должны быть примерно одинакового размера. А теперь тесто защипываем как хинкальку. Вот так. И все края соединяем, не отпускаем. Также не должно оставаться отверстий, потому что сыр расплавится в духовке, и ваша начинка вытечет. Аккуратненько надо. Обволакиваем всю начинку. А вот теперь надо совсем немножко придавить пальцами. Это надо делать аккуратно. Чтобы тесто не порвалось. Начинка уже равномерно распределяется. А теперь перенесем на противень, застеленный пергаментом. И здесь продолжаем формировать пирог. Вот такой формы у меня получился пирог. А теперь надо в центре пирога сделать отверстие для выхода пара. Вот такое отверстие. Отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Ура! Первый пирог готов. Смотрите, какой он румяный и круглый. А теперь я хочу его обмазать сливочным маслом. Обмазываем по всему периметру. Он такой горячий, что масло сразу же тает. Аж пар выходит. На этом этапе будьте аккуратны, потому что пирог горячий вы можете обжечь себе пальцы. Готово! Формирую пирог с джусами. Делаю все так же, как из пирогов с сыром картошкой. Тесто очень нежное, надо работать аккуратнее. Теперь аккуратно надо придавить, чтобы начинка равномерно распределилась. Вот такими вот движениями. Вот так выглядят мои пироги в разрезе. Это с джусаем, а это с картошкой. Я думаю, что мои пироги удались, потому что тесто тоньше, чем начинка. Всем приятного аппетита! Вот и все пироги готовы. Аромат стоит на всю квартиру. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok